Дешевые таунхаусы вступили в конкуренцию с малогабаритными квартирами. И даже несмотря на то, что блок-секций в продаже сейчас совсем немного. По данным БН, на первичном рынке Петербурга и Ленобласти предлагается около 1600 таунхаусов. Из них к доступному сегменту, сопоставимому по ценам с городскими квартирами, можно отнести не более тысячи. Конечно, в городе за полтора миллиона ничего не купить, а вроде как в не таком уж далеком пригороде можно купить за миллион, за полтора миллиона, за два миллиона. Это буквально отдельно стоящий, ну, с отдельным входом в квартиру. Уровень жизни, ну, немножко другой, не наш. То есть это скорее такой более американский, он, конечно, более привлекательный и интересный. Сейчас таунхаус можно приобрести даже за один миллион рублей. Правда, это будет совсем небольшая блок-секция, всего лишь 37 квадратных метров и не близко от города. Но последнее, по мнению девелоперов, люди осознают не сразу. Первоначальную роль в выборе между таунхаусом и квартирой в городе играет не расстояние, а совершенно другие факторы. Человек смотрит, что он может себе позволить таунхаус с отдельным входом, со своей, там, я не знаю, лужайчикой, там, 50 метров, за те же деньги, что он может позволить себе квартиру в меньшей площади, там, в городской черте. Для того, чтобы осознать неудобство дальности от города, говорят девелоперы, нужно какое-то время пожить в загородном объекте. Тем не менее, сейчас этот сегмент недвижимости приобретают именно для постоянного проживания. В качестве дачи, в качестве пространства для отдыха таунхауса не покупают. Опять же, ну, имея опыт, да, и представляясь, что это такое. На сегодняшний момент этот продукт новый, покупателями еще не оттестированный на себе, а исключительно воспринимаемый для главного позиционирования. Не вызывает сомнений, что тысяча таунхаусов эконом-класса, имеющихся сегодня на рынке, будет раскуплено достаточно быстро. Более того, в ближайшее время этот рынок будет активно развиваться. Татьяна Козырева и Даниил Боротынский.